В венке из нелюбимых рук, сгорает и болёт вокруг, Афелия, Афелия. В четверг я оказалась предоставлена самой себе. Мне не нужно было утром ехать в поликлинику, потому что следующий приём был назначен на субботу. Мама вышла на работу, я осталась дома одна, полностью в своём апотечном состоянии. Каждый час я вставала пить воду, пить отвары, потому что так было нужно. В плане приёма пищи ела только, чтобы жить. Я вообще, поскольку у меня начало падать, а не ух моё боняне стало снижаться, то немножечко, наверное, это отразилось и на вкусовых рецепторах. Но не могу поручиться за это, могу сказать просто, что желания есть никого не было. То есть я эту еду пыталась запихивать всеми возможными способами, никакого желания не испытывая есть. Это при том, что врач скорая, она сказала, что если будет снижаться аппетит, тоже вызывайте скорую, это тоже свидетельствует о прогрессировании заболеваний. Но о каком вообще аппетите может идти речь? Ну и чтобы не сойти с ума, я читала. Надо сказать, что чтение меня очень здорово выручило в эти дни. Вообще я люблю фантастику, люблю сказки, люблю вымышленные истории. И в этот период, как раз этим летом, я для себя открыла, как писателя, Рея Брэдбери. Дело в том, что, конечно, я была с ним знакома по школьной программе, потом в течение жизни несколько раз мне попадались в руки его сборники. Ну, в принципе, интересные рассказы, но они меня не сильно цепляли. Потом уже не помню, каким способом, то ли мне подарил кто-то, то ли где-то я на распродаже приобрела две книги, «Марсианские хроники» и «Вино из одуванчиков». И вот «Марсианские хроники», они, в принципе, тоже мне показались достаточно интересными, аллегоричными, но они меня не затронули. Хотя, кстати, моя мама очень их любит. А вот «Вино из одуванчиков», ну, действительно, это было первое произведение Брэдбери, которое меня потрясло тем, насколько вообще это доскональное изучение такого явления, как смерть. То есть эта история посвящена ребёнку, который впервые осознаёт, что всё в мире конечно. То есть это история, где рассказывается и о смерти в разных её формах. То есть это и тихий уход стариков, и маньяки, и какие-то там другие формы, уже точно так не вспомню. Это разрушение привычного клада жизни, прекращение существования каких-то старых предметов, обветшание, крушение идей, надежды. Это тяжёлые заболевания, кстати, да, там об этом тоже есть, напоминается в произведении. И то мироощущение, которое он описывает глазами ребёнка, оно действительно совпадалось с тем мироощущением ребёнка, которое я запомнила от своего детства. Поэтому действительно «Вино из одуванчиков», сама идея — это те одуванчики, которые умирают, превращаясь в вино. Эта книга меня действительно поразила. Ну вот я прочитала и для себя где-то там отметила, дала галочку, что в Брэдбери есть интересные произведения, которые совпадают с моим мироощущением. Ну вот этим летом была очередная годовщина этого писателя, и мне прислали в рассылке подборку его книг. Я обратила внимание на то, что некоторые книги по описаниям, по рецензиям, они могли меня заинтересовать. Я действительно начала закачивать книги Брэдбери, читать, и очень много для себя открыла интересных произведений. Накануне перед заболеванием я как раз взялась за венецианскую трилогию, прочитала «Смерть – дело одинокое» и перешла к чтению второй части «Кладбище безумцев». Вот, в общем-то, эта книга для меня и стала такой отдушенной в первые дни заболевания, потому что хотя она меня и не развлекала, и не увлекала, но отвлекала от вот этих моих апатичных состояний, от того, что я только лежала и прислушивалась к тому. Хуже мне, лучше мне, и какие вообще есть намерения у моего организма выздоравливать или погибать. Вот я читала и таким образом отвлекалась, поэтому надо сказать, что вообще чтение в моей жизни, оно уже не первый раз играет такую важную роль, когда в период тяжелых заболеваний я отвлекаюсь, погружаюсь в вымышленный мир, который тот или иной писатель мне предлагает. Поэтому могу сказать, что для меня чтение – это действительно очень важный фактор выздоровления. Если говорить о физическом состоянии, то была высокая температура, насморк уже практически к четвергу закончился, а боняние упало еще сильнее. Наверное, остался, может быть, 1% от моего обычного боняния, может быть, даже и полпроцента. Мне кажется, как раз к четвергу вот было максимальное падение отмечено. Похрипывание в груди на глубоких вдохах, небольшие позывы покашлять тоже на глубоких вдохах, либо во время разговора, когда тоже набираешь воздух в легкие и есть небольшое желание покашлять. Также, если я пила горячий бульон, либо соленую пищу, тоже это вызывало у меня такой легкий приступ слегка покашлять. Но, в общем-то, я могла легко купировать эти приступы, подавлять их. Небольшое количество мокроты можно было откашлянуть, если очень сильно постараться. Так, по большому счету, это кашлем назвать я бы не решилась. Ну и активность, которой я занималась в четверг, кроме того, что читать и лежать в подавленном состоянии, я сделала маникюр, потому что понятия не имело, как будут развиваться дальнейшие события, а я все-таки привыкла выглядеть более-менее прилично, в каком бы состоянии я ни находилась. Одним из образов, которые меня преследовали в эти дни, в четверг и пятницу, стал образ Афелии. Почему-то я никак не могла отогнать от себя мысль, как можно классифицировать изображение с Афелией, как портрет или как натюрморт, потому что речь идет уже о мертвой природе. И вот этот образ, он настолько почему-то меня напоминал меня саму, когда я лежала в постели, а я действительно на четверг и пятницу практически полностью проводила в постели. Ну, конечно, я вставала каждый час, чтобы выпить отвар, воду, чай, и хотя бы старалась делать один круг по дому, чтобы никаких застойных явлений в легких дополнительно не образовывалось. В кровати, конечно, я тоже старалась переворачиваться с боку на бок, но вот этот вот образ такой девушки, лежащей в полной бесчувственности, он почему-то меня преследовал, и я тоже себя представляла иногда уже в совершенно безжизненном состоянии, потому что в эти дни я абсолютно не была уверена в том, что я буду выздоравливать. Так что вот в таких вот мрачных ощущениях мыслях и с температурой выше 38 прошел для меня четверг.